В 2015-2016 годах в стране реализовывался проект для тех, кто всегда рядом. Его целью являлось привлечь внимание к проблемам опекунов-инвалидов детства первой группы. Благодаря данному проекту с 2018 года им стали назначать специальное пособие. В этом году его размер составляет порядка 45 тысяч тенге. Второй аналогичный проект стартовал в текущем году. Теперь поддержкой намерены охватить тех, кто опекает людей с нарушениями двигательной деятельности, а также с ментальными нарушениями. В нашей Кустанайской области мне давали данные, именно эта категория преобладает. Раньше это были дети или люди с ДЦП, сейчас это люди с психоневрологическими нарушениями. Поэтому растет количество аутистов. Каждый 54-й рожденный в мире ребенок – это ребенок с аутизмом. И представляете, что когда они вырастают, то они все равно нуждаются в поддержке, помощи. И вот за то, чтобы государство обратило внимание на инвалидов детства второй группы, мы сейчас и проводим эти мероприятия в партнерстве с нашими коллегами. Как известно, почти всегда рядом с инвалидом находится опекун из числа родственников, чаще всего мать. Но из-за заботы о нем опекуну не удается набрать стажа работы и накопить пенсионных накоплений. Кроме того, зачастую при рождении особого ребенка из семьи уходит отец, из-за чего вся ноша заботы и воспитания ложится на плечи матери. Для того, чтобы всесторонне изучить все аспекты проблемы, было проведено анкетирование 300 опекунов в Кастаная, Ак-Тубе и Нур-Султане. А сегодня были организованы общественные слушания. Аналогичные слушания ранее прошли в Кастаная. Это не первое общественное слушание, не первый раз мы поднимаем вопросы экономического порядка в поддержку матерей, воспитывающих семей, воспитывающих детей с инвалидностью. Сегодня присутствуют практически все управления, лица, то есть принимающие решения, есть депутаты. В принципе, каких-то вопиющих таких проблем, конечно, нет. Большинство из них решены. Но, может быть, на той жизни продолжается, что вопросы жизнеобеспечения из года в год нужно улучшать. Даже в рамках проекта для тех, кто всегда рядом, два, организуется юридическая экспертиза законодательства со стороны психологической поддержки опекунов в виде тренингов и консультаций. По итогам проекта планируется выработать предложения в парламент и правительство по восстановлению экономических прав опекунов. Владимир Федотов, Армандос Магомбетов, телеканал Ак-Тубе.